Столкнувшись с тем, что во время войны с некоторыми верующими стало невозможно просто общаться. Вы же это с ними общаешься, как знаете, такой... Да, как вы сказали, сирена в голове у него все время звучит. Знаете, у него все время сирена какая-то в голове, он все время ходит как такой, ну извините, такое слово, на измене, на тревоге. А? Вы знаете, интересно, сидим, последний раз мы были, когда там, получается, короче, получилось так, мы приехали в одно подразделение, а второе подразделение связи нету. Но он перед этим нам парень, там один, Ахмед наш, сбросил точку, куда надо ехать. Я говорю, поехали туда по острованию, он говорит, так куда? Да, поехали. Говорю, там пойдем поспрашиваем, говорю, может кто Ахмеда знает. Вот примерно так едем, знаете, приезжаем, и так интересно, я смотрю, мы едем, едем, он говорит, так а куда уже, мы в поле выехали. И так заканчивается село, самый последний дом вообще села, это вот в районе там Бахмута, там не доезжаю, чуть-чуть до него. Самый последний дом, и такой перед ним такая воронка, туда, видать, прилетела так нормально, куска дома нету. Я говорю, ну как бы сюда. Тут выходит, знаете, такая каска на бекрете, такой, знаете, улыбка на все зубы, такой довольный. Говорит, а я как чувствовал, что вы сейчас приедете. Я говорю, ну мы приехали, короче, нашли все. Я говорю, что же вы здесь живете? А там дом, чтобы вы понимаете, так прилетело вообще просто. Но самое интересное, ба-бах, ба-бах, стоят довольные, веселые. И вот знаете, что их волновало? Кто в БМВ, ой, БМВ, господи, в БМП, в БТР, говорит, кто в БТР что-то там забыл. И тут стоят, что-то выясняют, бубух, бубух они. Кто в БТР забыл это, кто оставил это, я говорю, это у пацаны, бабаха. Да, короче. И выясняет, кто в БТР что-то забыл. Вы понимаете, друзья, вот выключайте это, вот просто выключайте. Но, чтобы сделать это правильно, я сегодня хочу проповедовать на одну очень интересную тему. Возможно, она покажется вам непонятной, но тем не менее. Тема звучит следующим образом. У вас проблемы? Поздравляю. Вот, я хочу вам сказать, друзья, у вас сегодня проблемы, я вас поздравляю. Вот я реально вас поздравляю. И знаете, это не какая-то там философия позитивного мышления. Я хочу реально, друзья, вообще, как я мыслю, давайте попробую объяснить вам, как я мыслю. Вот сегодня мы говорили с Владом, Влад говорит, я позитивный. Я не позитивный человек на самом деле, сам по себе я очень не позитивный. Я очень даже такой, знаете, побухтеть еще там люблю. Но, 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 когда ты понимаешь, как Бог смотрит на какие-то обстоятельства, и ты привыкаешь тоже, соглашаешься с тем, что ты тоже будешь смотреть на эти обстоятельства примерно так же, что-то в тебе меняется, то есть ты начинаешь поступать по-другому. Поэтому сегодня хочу, друзья, ну, безусловно, безусловно о том, что одним из атрибутов войны является то, что, заходите, заходите, там кто-то не знает, как зайти. Да? А ну ладно, окей. Не, может думать, что там дальше еще есть. Нет, сюда. Вот. Так вот, друзья, одним из атрибутов войны являются проблемы, трагедии и тревоги. Кто-то согласен с этим? Ну, как бы тут, тут, как доктор, говорится, прописал. То, что доктор прописал. Итак, друзья, поэтому сегодня хочу поговорить с вами, поднять тему, которая затрагивает, друзья, вот, ну, каждого человека. Но хочу поговорить не так, как мы привыкли к ней, и не то, что говорят нам мудрецы нашей жизни, а хочу, чтобы мы ее рассмотрели так, как смотрит на нее Бог, чтобы вот под этой перспективой, под этим углом мы ее увидели. Ну, и давайте, конечно, попробуем вместе согласиться. Итак, исход, вторая глава, с 23 по 25 стихи мы будем читать. Исход, 23 глава, с 23, вторая глава, простите, с 23 по 25 стихи. Итак, спустя долгое время умер царь египетский, истинали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. До 24, можно назад, на секунду? Я хочу обратить ваше внимание, друзья, смотрите, от работы, кто скажет мне, какой корень вот этого слова? Раб, видите, да? Раб. То есть, если вы не знаете, в первой главе там описывается о том, что, вы знаете историю о том, что они пришли, Иосиф привел, помните, да, их всех в Египет, когда был голо в земле, там, где они жили до этого, в курсе об этом истории. Он их привел, они жили, написано, умер царь, который знал Иосифа, Иосиф умер, прожил там сто с чем-то лет, и вот после этого начали нагружать их, они начали работать, они почувствовали, что такое реальное рабство. Они начали работать, и смотрите, вопль их от чего был? От тех обстоятельств, в которые их поместили. Скажите мне, война, кто из вас хотел этой войны? Никто, правда? Но восстал какой-то царь, который посчитал, что не должно быть вот так. То есть, можно сказать, что он, по сути, вынужден, он, по сути, вынудил нас, вынужденно поместил нас в позицию рабства, где каждый из нас сегодня является рабом, но только не труда, не кирпичей, которые они месили, а мы являемся рабом этих тревог и так далее. Можно сказать, что это влияет сегодня на образ жизни. Поменялся ли образ жизни украинцев вследствие войны? Изменился. То есть, и смотрите, от этого написано, вопль их вошел к Богу. Давайте 24 стих. «И услышал Бог стинание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и 25-й, и увидел Бог сынов Израилевых и презрел их Бог». «Презрел» — это не означает презрение, не с буквы «и». «Презрел» — это значит обратил на них внимание. То есть, повернул свой взгляд на них, то есть, обратил внимание на эту проблему. И мы знаем дальше, мы будем говорить о решении этой проблемы. Итак, о чем я хочу сегодня говорить? О чем мне хочется сегодня сказать, друзья? Знаете, когда речь заходит о проблемах, если вы обратили внимание, большинство людей не любят проблемы. Кто любит проблемы? Большинство не любит. У нас априори называется, то есть, заранее негативное отношение к проблемам. То есть, как только мы сталкиваемся с самой идеей о том, что, или мыслью о том, что, возможно, придет сейчас проблема, кто обратил внимание, друзья, что у нас негатив, мы не хотим этого. Ну, мы не хотим. Вот я вам приведу пример, насколько люди сильно не любят проблемы. Насколько мы стараемся их избегать. Вы знаете, интересный момент. Если кто-то сталкивался, вот я знаю, Володя больше сталкивался с проблемой эвакуации, да, из опасных регионов, когда у людей там бомбят, стреляют, вы приходите к ним и говорите, время еще есть, давайте выедем. Что большинство из них говорит, как ни странно? Останемся. И знаете, они-то называют, это говорят, что проблема в том, что они не хотят оставлять свои нажитые места и так далее. Но я вам хочу сказать, знаете, почему они не уезжают? Проблема в том, что они знают, что если они уедут, их впереди ждут. Проблемы. Где жить? Как устроиться на работу и так далее? Это проблемы? Проблемы. И на самом деле люди не хотят, вы поняли, выйти из этой ситуации, хотя жизни угрожают условия, но они смотрят, и вы поняли, насколько у вас негативное отношение к проблемам? Мы не любим проблемы, мы ненавидим, можно сказать, проблемы. Отсюда у многих верующих людей даже возникло особое такое объяснение или отношение к проблемам. Например, кто-то говорит, мой Бог меня любит, он не допустит в моей жизни проблемы. Слышал кто-то когда-то такое? Бог любит меня, он не допустит проблемы. Знаете, какое разочарование, когда он их все же допускает? Потом, представляете себе, человек, который верит, что раз он верит в Бога, или еще есть такое, давайте, я верой разрушаю мои проблемы. Все, не будет у меня проблем. Потому что я их разрушаю. Или еще такая мысль, я дитя Божье, а значит, проблем у меня никогда не будет. Или еще такая мысль есть у людей, это не может быть Бог, значит, в этом нету Бога, значит, Божья воля где-то, чтобы я был в другом месте. В общем, мы настолько не любим проблемы, мы настолько их не любим, что мы изначально, повторюсь еще раз, у нас негатив, ужасный негатив. Но посмотрите еще раз, обратите внимание на тему проповеди. У вас проблемы? Поздравляю. То есть, вы же понимаете, что, значит, есть некий другой взгляд на проблему. Что если я скажу вам, друзья, о том, что нужно радоваться, когда мы попадаем в проблемы? Ну, давайте я приведу пример, помните Иакова. Братья мои, когда впадаете в различные искушения, испытания, трудности, проблемы, что надо делать? Что-то с этим Иаковом точно не так. Ну, вот точно, что-то с ним не так. Я как чувствовал, да? Ну, вот что-то с ним не так. Вот Павел классно пишет. Благодать, все у тебя будет хорошо, все будет классно. Бог не допустит ничего. Он не допустит тебе быть искушаемым сверхсил. А Яков что-то странное. То он придумал, да, что вера без дел мертва, еще заставляет работать. А тут он придумал о том, что если ты впадаешь в различные проблемы, радуйся. Но почему он так мыслит? Давайте я хочу, чтобы мы с вами попробовали разобраться сегодня в этой ситуации и взять для себя уроки. Итак, исход 2.23. Исход 2.23. Возвращаемся. Вторая часть написана, смотрите. «Истинали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу». Давайте мы сейчас посмотрим на вот эту часть стиха очень-очень по-взрослому. Давайте я объясняю еще раз. Если вы знаете, когда умер Иосиф, их заставили работать еще больше. Более того, они начали размножаться, и фараон, который был в Египте, сказал, вы знаете, да, он сказал, давайте убьем всех младенцев. Представьте, мало того, что тебя увеличивают работу. Говорят, мы детей должны убить всех. И он приказал тем акушерам, бабкам, которые принимают, он говорит, если рождается мужского пола, убивать. Убивать. Представляете себе? Трагедия. И написано в начале этой главы, если прочтете внимательно, написано, он увидел, что они все равно размножаются, и он исполнился лютой ненавистью, и он сказал, еще дайте им работы. То есть, что он сделал? Вместо того, чтобы глина была, он сказал, еще больше им дайте, меньше соломы, больше глины, чтобы мешать, чтобы было тяжело делать кирпичи. Он усиливает. И вот смотрите, друзья, усиливается давление, и вот в этом стихе, в этом стихе Бог дает совершенный рецепт. Возможно, вы его пока не видите, но я хочу, чтобы вы его увидели. Смотрите, я не знаю, каким непостижимым образом, возможно, возможно, повторюсь, это связано с культурой израильского народа. Я сейчас сделаю отдельную ремарку, объясню вам, какая у них культура, отношение к Богу. Но они, возможно, из-за этой культуры, они находят вот этот вот рецепт. И вот этот рецепт я бы хотел, чтобы мы с вами усвоили. Что особенного есть в культуре израильского народа, евреев? Я когда-то об этом говорил, повторюсь еще раз. Евреи – это единственный народ на земле, внимание, которые славят Бога, когда у них все плохо. Мы славим Бога, когда у нас становится все хорошо. Когда мы говорим «слава Богу»? Когда приходит проблема или решение? Вот видите, в нашей культуре, в нашем сознании «стало хорошо», мы говорим «слава Богу». Ну вот заметьте, проанализируйте себя, отмотайте пленку своей жизни чуть-чуть назад. Когда мы говорим «слава Богу»? Когда «стало» – хорошо. Не просто все хорошо, а когда «стало». Вот вы поняли? Хух, слава Богу, пронесло. Кто говорил такие слова? Хух, слава Богу, попался билет, который учил. Хух, слава Богу, не заметила полиция. Хух, слава Богу, не сработал радар. Когда мы говорим «когда приходит избавление», правда? Израильский народ, слушайте внимательно, они начинают радоваться и благодарить Бога тогда, когда приходит проблема. Что странное, да, правда у них? Друзья, вот именно в этой странности, я думаю, и находится, и сокрыт вот этот рецепт или это решение. Смотрите, когда, еще раз, истинали они от работы, и смотрите, интересный момент, и вопияли, и вопль, что вошел к Богу. Смотрите, у них проблема, усиливается давление, и они начинают вопиять к Богу. Так вот, я хочу вам дать сегодня рецепт, простой рецепт, как Бог смотрит на проблему, или как Он видит, чтобы мы реагировали на проблемы, когда мы в них попадаем. Итак, запишите номер один, пункт номер один, пункт номер один. Сейчас, до этого одна мысль и записал очень важное. Запомните, проблема сама по себе ничем не отличается от любых других обстоятельств в жизни человека, кроме того, что большинство людей, встретившись с проблемой, опускают голову и руки. Скажите мне, чем отличается рождение ребенка от проблемы? И то, и то обстоятельства, правда? Только когда рождается ребенок, мы улыбаемся. Вы понимаете, вот, вот, ну, смотрите, еще раз, вы выиграли миллион долларов в лотерею, и вы потеряли миллион долларов. Скажите мне, что из этого есть обстоятельства? И то, и другое. Только, внимание, на эти обстоятельства у нас заготовлена своя реакция, есть заготовочка. А на эти обстоятельства мы что делаем? Они чем отличаются? Они отличаются лишь только нашей реакцией. Вы понимаете это или нет? Вот, я хочу вас подвести к тому, что обстоятельства это проблема, ну, проблема, точнее, это обстоятельство, на которое у нас заготовочка вот такая. Но что если Бог не так придумывал? Вы понимаете, что если Он придумал не так? Вот, вообще по-другому Он это все придумал. Я хочу вам прочитать интересный, вот, 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 давайте прочитаем интересный момент один. Бытие 50-я глава, ой, наверное, это не 50-я. А, Бытие, да, все верно. Бытие 50-я глава, 24-й стих. 24-й стих. Смотрите, Иосиф перед тем, как, о, видите, да. Иосиф перед тем, как умереть, смотрите, что он говорит своему народу, своим братьям. И сказал Иосиф братьям своим, помните, 12, 12 колен Израилева. Сказал им, умираю, но, что он говорит? Бог посетит вас и выведет вас из земли этой в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову. Скажите, по итогу, он вывел таких или нет? Он их вывел. И вот здесь интересный момент. Бог знает, и израильский народ знает, что должно произойти. В чем проблема тогда с детьми Божьими сегодня? Мы знаем, но не хотим с этим соглашаться. У нас своя заготовочка. Итак, как Бог смотрит на проблему или как мы должны реагировать на проблемы? Первое, запишите, друзья, не убегай от проблемы. Никогда не убегайте от проблем. Что делает большинство людей, когда сталкиваются с проблемой? Убегают. Закрываются. Ну вот, вы поняли, закрылись, убежали. Они от нее дистанцируются. Они пытаются, все, я спрятался, я в домике, меня нету. Меня здесь нет. Мне нравится, у меня есть некоторые афоризмы, у меня есть один из любимых афоризмов про китайских пионеров. Кто-то знает, кто такие китайские пионеры? Что у них особенного? Китайские пионеры – это люди, у которых есть много тоже проблем. Поверьте, проблем хватает. Но, они решают все свои проблемы. И когда они решили все свои проблемы, они сами себе создают новые проблемы и с криком «Ура!» их решают. Никогда не убегайте от проблем. Не надо бежать от проблемы. Смотрите, что надо делать? Проблема имеет тем больший вес, чем больше Бог хочет, чтобы мы осознали, насколько Он велик. Повторюсь еще раз. Проблема в нашей жизни имеет тем больший вес, чем больше Бог хочет, чтобы мы осознали, насколько Он велик. Кто из вас хочет видеть величие Бога? Тогда приготовьте, что вам придется столкнуться с величием проблемы. Иначе как ты можешь его увидеть в величии? Вы понимаете, это же нонсенс, парадокс. Мы все хотим, чтобы наш путь был прекрасным, но при этом, чтобы было как можно меньше трудностей. Вот борцы возьмем. Скажите мне, с точки зрения спорта, с точки зрения спортивного развития, с какими соперниками лучше бороться? Со слабыми или с сильными? С сильными. Я вам расскажу один пример из моей жизни. Я, ну, невысокий, да, и я бегаю на короткие дистанции не очень. Ну, ноги как бы не позволяют сильно бежать. А я учился в училище в военном, и там надо было, чтобы бежать. Ну, там нужно нормативы сдавать, иначе тебя в отпуск не отпускают. И я себе придумал такую штуку. У меня был друг такой высокий, с длинными ногами, с кривого рога. И вот я ему как-то говорю, Руля, давай мы с тобой встанем. А чтобы вы понимали, я бегал там за 15,3 стометровку, а он бегал за 12,1, 11,9. То есть, ну, вообще прямо разрыв. Я говорю, Руля, давай вместе побежим. Он говорит, давай. Я не знаю, как мне эта идея пришла, но как-то пришла. В общем, он пробежал там за 12,0, но знаете, за сколько я пробежал в тот раз 100 метровку? За 13,8. Когда ты бежишь за сильным, ты тянешься. Замечал кто-то или нет? Когда ты бежишь рядом с сильными, ты тянешься. То есть, ты как бы включаешься, ты стараешься, ты прилагаешь больше усилий. Ты немножечко выходишь за пределы себя. Да, послушайте, чем больше, еще раз говорю, вес проблемы, тем больше Бог хочет, чтобы мы обнаружили его величие. Давайте я вам прочитаю одно интересное место из Библии. Здесь написано, окей, ладно, не буду, это в другом, ладно. Еще раз, не убегай от проблем. Вот просто скажите себе, не убегайте от проблем. Не убегайте от проблем. Я сейчас хочу, чтобы вы понимали, я очень четко разделяю, и я не пытаюсь сейчас, знаете, категории искать, эти люди, они убежали от проблем. Вообще никогда, я вообще не сужу. Я думаю, что каждый человек должен сам о себе судить. Но, я всем говорю, прежде чем, например, там сбежать, или уехать, или еще что-то там сделать, сейчас это сложное обстоятельство. Ответьте себе на вопрос, вы точно знаете, что вам это нужно сделать? Если да, вперед, это нормально. Но никогда в жизни не бегите от того, что у вас есть проблема. Ну не бегите. У кого-то есть дети, женщины, есть дети у вас? Кто из вас когда-нибудь плакал от того, что вам тяжело с детьми было? Плакали? И что, вы их бросаете, что ли? Ну вот, поплакали и сказали, все, ты мне не ребенок. Ну поплакали и дальше продолжаете делать. Вы же не убегаете от ребенка, правда? Представьте себе, мама, родился ребенок, и он начинает... Помнишь, да? Господи, вылетела из головы. Лена, помнишь милечку маленькую? Когда она... Что, ты убегал от нее? У меня проблема, ребенок плачет, я хочу спать. Я убежала. Вы же не убегаете от проблемы. Никогда не убегайте от проблемы. Как, что вам поможет? Поймите. Чем больше проблема, тем больше славы Божьей вы увидите. Слава Богу. Второй принцип, который я вижу у израильских... Израильский народ же не сбежал? Заметили, он не сбежал. Что они начали делать? Можно вернуть 23 стих? Вторая глава, 23 стих, исход. Смотрите еще раз. Спустя долгое время... И что начали делать они? Стинали и вопияли от работы. Они же не убегают никуда. Они остаются делать то же самое, но они не бегут. Второе, второе, что я вижу здесь. Второй совет. Сохраняйте ценности своего сердца посреди проблем. Поймите всегда, Бог вечен, проблема временная. Бог вечен, а проблема временная. Проблема то, что я вижу, что многие верующие люди, когда они сталкиваются с проблемой, они предпочитают найти выход. Называется, я это называю такое, намутить себе что-то. Знаете, да, что это означает? Это когда человек, который зависим от наркотиков, вместо того, чтобы работать, потому что работать это тяжело, оплатит деньги в конце месяца, а дозу нужна каждый день, он начинает мутить. Он не работает, а мутит. Он думает, как ему найти денег. Так вот, я заметил, что и верующие люди, знаете, мы начинаем, мы легко расстаемся с ценностями. То, что было для нас ценно, когда все было хорошо, пока не было проблемы, мы тут, ну, как бы, ты же понимаешь, ну, сейчас такая ситуация, сейчас, как бы, денег мало, а у него много, а у меня мало, ну, мы просто начали жить вместе. У меня такая была, одна же, знаете, ситуация, один парень у нас был, он ушел с репцентра, ну, вышел с репцентра, ему негде было жить, и он такой, знаете, он придумал такую, я пойду жить к женщине, одной, мы будем жить в одной квартире, у нас ничего нету. Просто, чтобы денег не тратить на квартиру сейчас. У нее есть квартира, она одна, она меня примет, мы будем просто, я ему говорю, мы просто живем. Знаете, через сколько времени они того? Поженились, да, условно. Меньше двух месяцев. Не меняй ценности, то есть просто примите решение. Если вы хотите разобраться с проблемой, никогда не меняйте ценности, пусть ваши ценности останутся прежними. Ну, вот пусть ценности остаются прежними. Не сдавайтесь, не опускайте руки. Скажите мне, что начал делать израильский народ? Начал вопиять. Вопрос, они молились до этого Богу? Да. Что они начали делать, когда проблема усугубилась? Они продолжили молиться. Они не начали менять ценности. Заметьте, они не начали говорить, скажите мне, если бы они пришли к египтянам и сказали, слушайте, все, короче, ну, вот с нашим Богом, мы, короче, давайте мы все, мы египтяне, красим брови, бреем голову себе, одеваем парики, как у вас там, все, мы египтяне. Какие евреи? Я вас прошу, кому это надо? Начали они это делать или нет? Они продолжили идти своим путем. Они продолжают вопиять Богу. Они не меняют ценности. Не надо менять ценности, не нужно переобуваться. Знаете, я вчера читал интересную новость. Одна женщина, если не ошибаюсь, Скупинск, по-моему, Харьковской области, когда пришли русские, она там начала рассказывать, ой, какие молодцы, как мы вас ждали. Выгнали Скупинска наши русских и начали давать гуманитарку. Она приходит и записывает интервью, какие ЗСУ молодцы, они раздают продуктовые пайки. По итогу, знаете, что 8 лет. Не надо менять ценности, когда приходят проблемы. Не надо переобуваться в воздухе. Останься с этими ценностями. Живи с этими ценностями. Сиди с этими ценностями. Будь с этими ценностями. Третий урок, друзья, как Бог реагирует, когда приходят проблемы. Слушайте, когда ты попадаешь в проблему, в первую очередь ищи не чью-то поддержку или любой возможный выход, а ищи Бога и его водительство. Знаете, что я заметил? Я заметил, что у нас в нашей традиции, в украинской традиции, знаете, какая? Когда тебе приходят проблемы, надо искать кума. Знаете, первая заповедь украинского решения проблем? Если тебе в жизнь пришла проблема, ищи кума. То есть ищи какой-то выход. Мы начинаем дергаться, мы начинаем, кто-то может порешать. Мы начинаем порешать, порешать, порешать. Послушайте, можно и нужно искать иногда решение, но в первую очередь что надо сделать? Ищи Бога и его водительство. Держи свой фокус на Боге. Приближайся к Нему в это время. Приблизься к Нему. Скажите мне, кому вопиял израильский народ? Они не начали искать, а у кого там есть связи с фараоном? Давайте мы там через кого-то, начальника отдела образования, попробуем договориться о том, чтобы нас не считали евреями, хоть мы и евреи. Как это по-еврейски? Было бы. Заметьте, они не пытаются этого делать. Они держат свой фокус на ком? На том, в кого они всегда верят. То есть, еще раз, третий совет. В проблеме, в первую очередь, не ищи поддержку. Ой, я ищу, кто бы меня поддержал. Найдется кто-нибудь, кто тебя поддержит, обязательно. Да, все мужики, козлы, уйди, брось своего, пошли к другому. Нет, ищи не того, кто тебя поддержит, а ищи Бога, ищи его водительство, что он говорит в этот момент, что он хочет тебе сказать, что он, какие у него есть решения, какие у него есть мысли, какие у него есть выводы, какие у него реакции, какие отношения, как он вообще это все видит. Как он видит это все. Четвертый пункт, очень тоже, друзья, немаловажный и интересный. Четвертый пункт, сражайся согласно Божьего водительства. Сражайся не согласно своих стратегий, собственных планов. Знаете, кто-то однажды у нас, помните, если кто-то помнит, у нас однажды пастор Сергей Горовой из Павлограда проповедовал, если ты не хочешь разочаровываться, не очаровывайся. Так вот проблема разочарования многих верующих в том, что мы себе придумываем схемы, в которых мы потом разочаровываемся и внимание, и обвиняем Бога, что Бог не решил вопрос согласно нашей схеме. С какого это перепугу он должен это делать? Еще раз, какой пункт? Сражайся согласно Божьего водительства. Укрепляйся в Боге, не сдавайся, не останавливайся, продолжай сражаться. Что означает сражаться? Согласно Божьего водительства. Если Бог так говорит, сражайся. Вот я вам прочитаю место из Писания. Книга пророка Даниила, 3 глава, 17 стих. Даниила 3, 17. Смотрите. Вы помните эту историю? Сидрах, Месах и Авденага им говорят, если кто-то из вас не поклонится, не дай Бог будет молиться кому-то кроме царя, будет вам проблема, вас сожгут. И смотрите, что они отвечают. Бог наш, которому мы служим, смотрите, не переобулись, не сказали, Бог наш, которому мы служим, говорит, нам можно царю поклоняться. Он говорит, силен спасти нас от печи раскаленной огнем и от руки твоей царь избавит. Смотрите, они продолжают сражаться согласно Божьего водительства. Они не переобуваются, они не меняют ценности в воздухе. Замечаете или нет? Они продолжают в этом стоять. Скажите мне, можно ли сказать, что в жизни вот этих молодых людей, которые были в этом вавилонском плену, появилась проблема? Такая себе небольшая. Но они не переобуваются же. А? Да? Проблемка. И пятый, последний пункт. Побеждай. Вы знаете, друзья, я вот хочу вам сказать одну вещь. Вы всегда, всегда есть победа. Есть всегда время для победы. Один мудрый человек однажды сказал, каждая война рано или поздно заканчивается. И заканчивается она проигрышем одной стороны и победой второй. Все войны заканчиваются. Помните, я вам сказал вначале, проблема временна, а Бог? У меня вопрос, как вы думаете, так кто же победит проблему? Кто будет, когда ее не станет? Бог. Поэтому, если мы с вами пытаемся переобуться в воздухе, друзья, для того, чтобы, вот, да, молодцы пункты, видите, побеждай, сделай, ну, сделай свою, делай победу над проблемой своим свидетельством, своей историей. Я хочу вам прочитать интересное место из Писания, исход 14 глава, 31 стих. Что произошло из-за того, что израильский народ вот так реагировал на проблемы? Давайте прочтем. И увидели израильтяне руку, внимание, великую, которую явил Господь над египтянами и убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сын Израилева воспели Господу песнь эту и говорили. Это последний стих 34 главы. Прочитайте всю 15 главу, там написано песнь Моисея, когда они победили. Он там описывает, как вот здесь Бог явил чудо, как здесь Бог явил чудо, и здесь, и здесь, и здесь. Скажите мне, был бы этот стих, если бы они переобулись в воздухе? Никогда бы его не было. Мы бы никогда не читали этой главы. Мы бы никогда не видели. Смотрите, они продолжили и они побеждали. Еще раз повторюсь, измените свое негативное отношение к проблемам. Проблема, по своей сути, природе, она не является ничем иным, как обстоятельствами, просто, ну, чуть-чуть с другим плюсом. Или с минусом, с другим знаком. А это не есть проблема. Кто мне напомнит, какая тема проповеди? Поздравляю. Понимаете теперь, почему я поздравляю? Смотрите, когда ты проходишь через проблему, у тебя появляется, ты взрослеешь, ты становишься другим. Согласны с этим или нет? Вот, ну, честно, реально. Знаете, кто-то говорит такое, если Бог дал детей, Бог даст и на детей. Кто-то слышал? Вы знаете, что есть много семей, которые не заводят детей, по причине какой? Говорят, ну, у нас еще нету финансов на это, у нас не хватает. Послушайте, что означает фраза или пословица или мысль эта, о том, что если Бог дал детей, Бог даст и на детей? Что это означает? Это означает, что если ты адекватный, то когда у тебя появляется дополнительная проблема в виде ответственности за детей, и ты продолжаешь сражаться согласно своих ценностей, Бог обязательно найдет ответ. Но, когда в ответе, который он даст, там будет изменение твоей жизни. Кто-то замечал, что жизнь меняется, когда вы не сдаетесь? Кто замечал? Она меняется, когда ты не сдаешься. Я могу вам привести, не знаю, в моей жизни есть тысячи примеров, когда ты и я не сдавался, и я знаю, что я все равно побеждал. Послушайте, есть миллионы людей, которые начинают, проходят полгода, они говорят, ничего не получилось. Кто замечал иногда, что некоторые люди, которые прорвались в бизнесе, они делают примерно то же самое, что делали вы, но только они прорвались, а вы нет. Кто-то замечал, что такое бывает? Знаете почему? Потому что ты сдался, а они нет. Они продолжали быть настойчивыми. Что начал делать израильский народ, когда им было плохо? Вопиять Богу. Что они продолжили делать, когда им стало еще хуже? Продолжили вопиять Богу. Смотрите, какая стабильность. Они продолжают молиться Богу. Давайте вернем вот это 2 глава 23 стих. Можно 2 главу исхода? 2 глава 23 стих. Смотрите, спустя долгое время стенали сыны Израилевы от работы и вопияли. И смотрите, вопль их от работы вошел все-таки к Богу. Я хочу вам сказать, сегодня, какая бы ни была проблема, если мы продолжаем с вами сохранять Божий путь, Бог не то чтобы однажды, Он изначально, неужели вы думаете, вначале он не видел всей этой проблемы. Видел, мы читали, он еще Иосифу пообещал, сказал, я вас выведу. А теперь давайте посмотрим на великую Божью мудрость. Помните, я читал Иосифу перед смертью, он сказал, Бог обязательно выведет вас из этой земли, и Бог их вывел. А теперь скажите мне, кто по памяти может мне перечислить, какие бенефиты или плюсы, какие бонусы израильский народ вынес с собою, когда они вышли из египетского рабства, когда их Бог оттуда вывел. Кто может перечислять? Какие? Вспомните. Ну, во-первых, давайте, они вынесли все золото Египта, вы в курсе? Так, ничего на секундочку, да? Ценности все вынесли, это первое. Дальше, они стали народом, вы в курсе? До этого они были рабами, а тут они вдруг стали народом. У них, написано, они убоялись Бога и прославили. Бог после этого дает им, через Моисея дает закон. У них появился закон, они начали жить. Вы понимаете, друзья, они изгнали из земли, куда их повел Бог, они вышли из земли рабства, а пришли в землю обетования. Они начали жить с Богом. Скажите мне, пожалуйста, друзья, что в этой проблеме Бог не прославился? В решении этой проблемы Бог не прославился? Конечно, прославился. Так неужели мы с вами думаем, что если в решении той проблемы Бог не прославился, неужели вы думаете, что в решении вашей проблемы Бог не прославится? Он и хочет прославиться. Это его мечта, это его стратегия, его концепция. Но я такое маленькое написал по-украински, зауважение для себя написал. Послушайте, не перепутайте. Бог не создает проблемы. Он допускает их тогда, когда он хочет изменить жизнь человека. Если у вас сегодня проблемы, друзья, это означает, что Бог решил изменить вашу жизнь. Разве это не радостно? Есть кто-нибудь, у кого сегодня есть какие-то проблемы? Я поздравляю вас, Бог решил изменить вашу жизнь. Ну разве это плохо? Что вы как-то, знаете, очень недоверчиво сегодня на меня смотрите. Но я понимаю, что немножечко концептуально то, о чем я говорю, расходится с вашим ожиданием, возможно. Но что я сделаю, так Библия. Ну у нас такая, вообще пасторам быть неблагодарны. Представьте, вам все время надо говорить то, что людям не нравится. Потому что им все равно не нравится то, что делал Бог. Ну от Адама это еще идет. Итак, друзья, только не создавайте себе сами проблемы. Знаете, когда мы сами себе создаем проблемы? Когда мы пытаемся улучшить чуть-чуть Божью волю. Вот когда вы улучшаете Божью волю, друзья, это точно проблемно. Вот вообще проблемно очень. Знаете, для меня иногда жизнь некоторых верующих, образ такой нарисую. Есть такая игра, кто-то может играл из вас, когда вы берете, находясь на берегу реки, на пляже, когда вы берете на песок, наливаете воду чуть-чуть, наливаете, и ставите какую-то там, я не знаю, сверху штуку, игрушку. И начинает, знаете, берете вот карточку и начинает каждый чуть-чуть откопал этого песка, знаете, по чуть-чуть отгребаете. И у кого упадет эта вся конструкция, тот проиграл. Знаете, да, такая есть игра. И вот мне иногда кажется, друзья, что некоторые верующие, они вот так примерно живут с Божьей волей. Они пытаются все время что-то отгрести оттуда свое, придумать свое. И когда оно все падает, они говорят, ой, не повезло, Господь не хотел. Это не Божья воля, значит, было. Да нет, Божья воля была изначально, это просто мы хотим по-другому все. Зачем мы только это делаем, я никак не понимаю. Поэтому, друзья, что еще раз хочу сказать, не путайте, не создавайте себе сами проблемы, чтобы потом не обвинять Бога и остальных в своих собственных проблемах. Итак, основная причина, по которой Бог хочет допускать проблемы в нашей жизни, он хочет, чтобы его дети не были инфантильными. Знаете, что такое слово инфантильный? Кто знает? Кто знает, что означает слово инфантильный? Поднимите руку, есть такие или нет? Раз, два. Как ребенок. Это от английского слова infant. Infant – это младенец. Бог хочет, чтобы его дети перестали быть младенцами. Откуда я это знаю? Давайте прочтем. Первое послание Коринфянам 14.20. Коринфянам 1. Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними. Бог хочет, чтобы мы выросли. Как ему взрастить нас, кроме как если он допускает сложные периоды нашей жизни? Для чего он это делает? Чтобы мы не были вот этими инфантилами. Он ищет зрелости, прочности духа своих детей. Вы понимаете, что ему нужно, чтобы его дети были прочными. Он хочет взрастить из младенца апостола Павла. Он хочет взрастить апостола Петра. Он хочет взрастить Иакова. Исаии написано, младенец дан нам. Но кто умер на кресте? Младенец или сын? Точнее, младенец родился нам, а сын был отдан за нас. Бог хочет, чтобы его дети возрастали. Вы понимаете вообще или нет? Это мечта Бога. Мечта Бога, чтобы его дети были духовно зрелыми. Чтобы мы научились различать, в конце концов, что правильно, что неправильно, что божье, что не божье. Я приведу вам интересный один пример из военной истории. В 1700 каком-то там году начала возникать армия. То есть она начала формироваться, вот такая армия. Но проблема была в том, что большинство людей были неграмотными. Причем настолько неграмотными, что они не отличали левую руку от правой. Знаете, да, об этом? Если знаете, в армии иногда говорят левая, левая, там раз, два, три, левая, левая. А они неграмотные. И знаете, что им делали? Им привязывали на левую ногу сено, на правую привязывали солому. И они шагали, и раньше это, слушайте, выглядело так. Сено, солома, сено, солома. То есть, чтобы все ходили в ногу. Вы поняли, чтобы все ходили одинаково, в ногу, красиво. Знаете, как красиво, когда маршируют в ногу? А они не понимали. И вот у меня вопрос. А не проще ли было научить всех, где левая, где правая? Смешно, правда? Послушайте, а у меня смешно, знаете, когда верующие люди одно и то же, им уже по 30 лет, а они не различают сено соломой. Точнее, они левая от правой не отличают, им все сено и солома должна быть. Пастор, а это нормально, что я хочу блудить? Нет, это ненормально. А вы точно уверены, что это ненормально? Ну, я точно уверен, что это ненормально. А если другие немножечко обстоятельства, то, может быть, это нормально? Мне хочется сказать, так, слушай, ты уже 30 лет с Богом. Ты что, сам не можешь понять, что это, ну, как бы ненормально? Почему Бог допускает проблемы? Он хочет, чтобы мы выросли. Чтобы мы стали твердыми, чтобы мы укрепились. Знаете почему? Почему? Потому что он видит нас царственным священством. Я как-то рассказывал, не помню, в церкви говорил или нет, уже, по-моему, говорил. У меня был такой один из шоков. Я учился в семинарии пресвятарянской. И там у нас был такой руководитель этой семинарии, директор этой семинарии, Пол Койстра, доктор Пол Койстра. И вот мне интересно, знаете, я всегда неформатные вопросы, я на перерыве подошел к нему и говорю, слушайте, у меня к вам вопрос, а вот мы же все в церкви, вот как здесь в церкви, да, вот в церкви. Я говорю, вы что же там в церкви? Да. Я говорю, а кто вы в церкви? Ну, я думаю, он, наверное, или помощник пастора, или пастор, или какой-то миссионер, или там рукоположенный учитель. Ну, думаю, ну кто-то же он. И вот его ответ меня поразил очень серьезно. Он говорит, я в церкви просто член церкви. Я говорю, в смысле? То есть, говорю, вы просто приходите в воскресенье на служение и сидите в зале просто как член церкви. Он говорит, да. А я, когда слушаю его учения, как он учит пасторов, я думаю, вау, какая мудрость Божья великолепная. Послушайте, друзья, Бог хочет, чтобы каждый член его церкви, в его церкви, в теле Христов, возрастал. Чтобы мы не были младенцами, которые колеблются все время умом. Так блудить или не блудить? А может, можно? А если вот так? Чуть-чуть, да, вместе? Одним словом. Нет, друзья, то есть Бог хочет, чтобы мы возрастали, и поэтому Он и допускает проблемы. Я хочу вам еще одну мысль дать буквально, вот всего лишь последнюю мысль, друзья. Последняя мысль звучит следующим образом. Если у вас сегодня проблемы, просто поймите, что Бог хочет позволить нам встретиться с Его величием, и чтобы мы изменились в первую очередь. Я не буду сейчас задавать вопрос в плане, там, поднимите руку, друзья, но я хочу, чтобы вы себе сейчас ответили на вопрос. Если вдруг, как-то, по какой-то причине вы относитесь к той категории людей, когда в вашу жизнь приходят проблемы, у вас мозг начинает срабатывать сразу, что намутить, что придумать, как решить, как найти вот какие-то решаловы, друзья, у вас проблема, вы никогда не будете возрастать. Вы никогда не будете возрастать. Вы всю жизнь будете оставаться младенцем. Почему человек врет? Вы никогда не задумывались, почему люди врут? Я вам скажу, почему врут. Потому что им не хочется оказаться в неудобном положении, им тяжело нести будет правду. Вы понимаете? Тяжело нести правду. Проще соврать. В результате такой человек никогда не меняется. Вы понимаете? Это трагедия. Потому что вот откуда в церквях сегодня множество людей, которые по 10, 20, 30 лет, они верующие, но ты смотришь на них, а его жизнь, она никакая. Ну вот вообще никакая. Как трость ветром колеблемая. Кто помнит, что означало имя этот самый, Симон? Трость колеблемая ветром. Он говорит, ты будешь Петром. Он хочет изменения. А Петр это что? Скала. Чувствуете разницу? Трость колеблемая ветром. Скала. Бог хочет каждого человека, каждого из его детей, и тебя в том числе, он хочет сделать скалой. Но для этого, по своей великой мудрости, он будет допускать в нашей жизни что? Проблемы. Поэтому, друзья, у вас сегодня проблемы, связанные с войной, неважно, не знаю с чем. Я вас поздравляю. У Бога есть мысль. Он что-то собирается сделать. Напоследок оставлю вас с одним местом из Писания. Сегодня достаточно очень короткая будет проповедь, не длинная. Ну, смысл какой. Ну, кто понимает, о чем сегодня идет речь? Ставьте нас с проблемой. Нет, оставлю с местом Писания. Исход, 18 глава, 10 стих. Смотрите, друзья. И сказал Иофор, «Благословен Господь, Который что сделал? Избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, Который избавил народ сей и из-под власти проблемы». Кто был проблемой израильтян? Египет и фараон. Что сделал Бог? Он избавил их. Но еще раз, вы понимаете, что Бог не может провести, Бог не может изменить вот этот народ, если он не проведет нас через такую сложность, через горнило. Я скажу вам так, это взгляд, но это взгляд, повторюсь, поймут только, наверное, взрослые люди. Я как-то рассказывал, мы с женой, помнишь, когда-то говорили о проблеме коррупции в нашей стране, помнишь, да, я как-то помню, сейчас мы прогуливались тогда, у нас были утренние наши прогулки спортивные, и я говорю, как, ну, один из способов, самый верный, как может измениться коррупция или уйти коррупция из нашей страны, знаете как, если будет война. Я вам хочу сказать, друзья, сегодня мы проходим как страна очень сложный период. Давайте не будем умалять его значение. Это очень сложный период. Кто заметил, насколько выросли цены на яйца? Они уже как Фаберже, да? Скоро уже, знаешь, у меня есть яйцо. Знаете, что вам приготовить, приглашаем в гости, что приготовить? Вареные яйца. О, деликатес. Что вы будете готовить на Новый год? Вареные яйца. А икру нет? Яйца. Знаете, такое, у нас сегодня что на обед? Вареные яйца и гречка. О, не мясо, вареные яйца. Друзья, давайте будем честными, проблема. Проблема же, правда? Но как вы думаете, почему Бог допустил эту проблему? Церковь молилась о том, чтобы Господь поднял Украину? Церковь молилась, чтобы Господь поднял здесь народ? А как вы думаете, это произойдет? И вот смотрите, пришло Божье благословение в виде проблемы. Я сейчас не говорю о войне, послушайте, война это не есть Божье благословение. Я говорю, пришла проблема. И вот она пришла. И что большинство из нас пытается сделать? Мы пытаемся свинтить от этой проблемы. Вместо того, знаете, мне когда жена все время говорит, я знаю, ну, вот я знаю уже, мне когда жена говорит все время, яйца подорожают, что страшного? Послушайте, когда дорожают яйца, нужно просто зарабатывать больше. Кто-то скажет, а как зарабатывать больше? А вот подождите, а кто вам сказал, что это должны вам предоставить вместе с ростом цен на яйца? Кто пообещал вам, что вместе с ростом цен на яйца вам предоставят пути, как зарабатывать больше? Кто должен придумать этот путь? Вы с Богом. Просто не нужно опустить руки, нужно просто придумать, как зарабатывать чуточку больше. еще сколько где еще ну еще больше а как иначе ты решишь эту проблему как иначе ты ее пройдешь как иначе вы понимаете что мы засиделись зоне комфорта кто уже это понимает то мы засиделись там все друзья ну включитесь я не знаю у меня не получится вот инфантилы дети 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 умом младенцы надо включиться друзья я бы очень хотел чтобы мы как церковь мы включились с вами давайте включимся друзья будьте как китайские пионеры помните сами создайте себе еще и проблемы ко всему сказать у меня и так проблем хватает да я прекрасно еще и себе создайте как создать проблему возьмите примите десяток людей например себе домой там с востока беженцев и напишите о том что принимаю в меню входят яйца по утрам по пять штук на каждого вы скажете как мне это решить вот в том то все и дело давайте еще раз откроем смотрите откроем исход 22 23 еще раз смотрите исход 22 23 спустя долгое время умер царь египетский истина ли сына израилевы и вопияли друзья вопиять это вот это есть то решение которое бог дает что значит вопиять вопиять это означает стоять для меня это означает стоять не сгибаться не сдаваться не отступать не опускать руки вы поняли вот продолжать продолжать сражаться в этом вопросе и бог обязательно дарует победу его победа она всегда будет велика но знаете чтобы кого будет мало в этой в этой победе в этой победе будет очень мало нас но в этой победе должно быть очень много Бога. И вот так Бог творит историю, друзья. Вот так Он ее творит. Поэтому сегодня хочу опять сказать, у вас сегодня проблемы? Так я вас поздравляю. Слышит ли Бог сегодня твое стинание? Слышит ли сегодня Он твой вопль? Доходит ли твой вопль до Его ушей и сердца? Или ты все еще отчаянно пытаешься намутить себе выход из своей проблемы? Это вопрос каждому из нас. Давайте склоним голову и помолимся сейчас. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня благодарны действительно Тебе. Боже, это просто очень слово, потому что каждый вроде бы должен о нем знать, но, Господь, сегодня я хочу, чтобы мы возгревали здравым смыслом напоминание о том, как Ты относишься к проблеме. Господь, о том, как Ты видишь проблемы, о том, как Ты видишь сегодня трагедии, о том, как Ты видишь сегодня, Господь, вот эти трагедии, которые разрывают на части, возможно, наши жизни, разрывают на части сердце, разрывают на части многое, Господь, что есть в нашей жизни. Но я прошу Тебя, Господь, сегодня, молюсь Тебе, Господь, сегодня, чтобы Ты позволил каждому из нас, дал благодать и милости, изменить это отношение, изменить этот подход, понимание, изменить эту позицию в отношении проблем, в отношении трагедий. Господь, дай нам видеть так, как видишь их ты, во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ да скажет. Аминь. Вы знаете, в конце просто скажу мысль. Я уверен, каждый из вас это слышал, но однажды один человек сказал мудрый. Говорит, вы знаете, сложнее всего заработать первый миллион, а дальше ты просто делаешь. Так вот смотрите, друзья, вот если вы посмотрите на этот мысль, в свете того, о чем мы сегодня с вами говорили, вы поймете, почему сложнее. Да потому что зарабатывать вот этот первый миллион, грубо говоря, это проблема, которую тебе нужно решить. Но что она формирует внутри нас? Она формирует прочного и крепкого человека. Поэтому остальные зарабатывать так же сложно. Просто тебе это уже не так сложно, вы понимаете? Тебе это будет уже не так сложно, потому что внутри тебя что-то изменяется. Ты меняешься в первую очередь. Но помните еще раз, друзья, при этом каким путем мы решаем проблему? Только Божьим путем. Потому что все остальное, если это не Божий путь, этот путь не формирует в нас ничего, вы понимаете? Он ничего в нас не формирует. Это как, знаете, это как человек, который учился в институте и все время за там бутылку или за что-то еще он сдавал экзамены. Он не учится, но сдает экзамены. У него в дипломе написано там пятерка все, а знаний у него ноль. И вот скажите, в чем изменило его этот институт? Да ни в чем. Поэтому, друзья, если у вас сегодня есть проблемы, если вы сегодня попали в этот сложный период, не опускайте руки, не отчаивайтесь ни в коем случае. Наоборот, я вас поздравляю. Вы пошли, вы вошли в то, что называется идеальный шторм своей жизни. Идеальный шторм. Идеальный шторм это максимальный возможный шторм, который только есть. Но вы вошли в этот сезон, в этот период, не опустите руки и, я очень прошу, не подменяйте ценности. Ни в коем случае. Не пытайтесь назвать черное белым, потому что вам так проще. Пусть черное остается черным, а белое остается белым. Аминь. Продолжение следует...